Эти были давно, то вы можете помнить атаку на русскую православную церковь. Это было в 2012 году с марта по ноябрь. 9 месяцев длилась эта атака, причем было видно, что там была поставлена задача каждую неделю устраивать новый вброс. То есть откапывали любые мельчайшие детали. Понятно, была налажена система сбора негатива с регионов, что вот здесь священник пьяный, там на машине проехался, кого-то сбил и так далее. Когда не хватало негатива, откапывали старые истории, выдавали их за новые и так далее. Мы за этим внимательно наблюдали, у нас тогда уже было средство мониторинга. Там даже стало совершенно ясно, кто, то есть можно вычислить первоисточник и заказчика довольно легко. Тогда было известно, что это Марат Гельман, первоисточник и организатор этой компании. Но он лично как бы в одно рыло, что называется, писал больше половины этих вбросов сам. И, ну, может быть, не писал, но вбрасывал через свой аккаунт. А потом это раскручивалось с довольно большой тусовкой. А платил за это, конечно, и Березовский покой. Вот, это более-менее все там на поверхности. И это, кстати, одно из свойств социальных сетей, что там все на поверхности. Все это видно на самом деле. Просто это, когда это видно сверху, ты видишь контекст и понимаешь. Конечно, люди все сидят в маленьких локальных квартирках, они не понимают, что они имеют дело с вбросом, который сейчас обсуждается в двухтысячах мест, потому что он везде одинаковый. Вброшен одновременно ботами. Вот, значит, бывают стратегические компании, которые вообще идут бесконечно. Это, в первую очередь, атака на Путина. Она длится уже 15 лет. Примерно с того момента, никогда Ельцин ему передал власть, а примерно на год позже началась атака, и она не перестает. Она продолжается постоянно. Вот. Параллельно идет создание долгоиграющих мифов. Там работают реально филигранные специалисты. Например, история про миллионы изнасилованных немок, которую поднимают теперь перед каждым 9 мая. Впервые была создана в середине 90-х. Эта тема была придумана, как ни странно, году в 95-м или 94-м. Я сейчас точно не помню. До этого об этом никто никогда не говорил. Все книжки начали писаться после этого. Все свидетели вдруг обнаружились, там 90-летние бабки, которые помнят, как русские, значит, на верблюдах и в мохнатых шапках их изнасиловали. Это не шутка. Это реальная цитата. И так далее. Значит, вот эта тема, армии насильников, она развивается последние 20 лет. Каждый год ее начинают подогревать 1-9 мая. Недавно начались новации, еще годовщина снятия блокады с Ленинграда тоже. Перед ней отметились такими же мифами и вбросами. Ну и так далее. То есть фальсификация истории, распространение этих мифов, создание мемов, например, мема о том, что в русском ополчении выдавали одну винтовку на троих, это полная ложь. То есть об этом нет никаких исторических свидетельств. Тем не менее, все вы об этом мифе слышали. Этот миф форсится, как говорится, в интернете примерно с конца 70-х годов. В него вложились все ангажированные наши деятели культуры, начиная с Солженицына. И его таки внедрили в сознание. Если спросишь кого-то, он скажет, ну, конечно же, ветераны же вспоминают. Хотя никаких таких воспоминаний не существует. То есть есть длинные стратегические темы, которые наши идеологические противники, они с ними играют в долгую и инвестируют в них десятками лет. Вот. Значит, это все можно видеть. Можно видеть, как эти мемы всплывают. Можно создать по ним шаблоны и мониторить появление их течения сквозь социальные сети и СМИ автоматически. В общем, идет непрерывная информационная война. К сожалению, никаких механизмов подобных на нашей стороне не построено. Я сейчас там чуть дальше скажу, как защищаться, и что, с моей точки зрения, стоило бы делать. Значит, ну, какие инструменты, там понятные. В первую очередь, это ангажированные СМИ, потому что ангажированные... То есть потому что СМИ, то есть сейчас в любом случае, несмотря на развитие социальных сетей, это способ легитимизировать вброс, по-прежнему самый существенный. Люди верят СМИ. То есть вот я там написал, что в середине системы отмывки сбросов СМИ. Значит, на самом деле, чтобы легитимизировать и раздуть некую атаку информационную, ее в любом случае надо вывести в ангажированные СМИ с обоснованием «вот же в интернете пишут». Дальше оно попадает уже снова в интернет, но уже со ссылкой на СМИ. И так прокручивается несколько раз, пока весь электорат, так сказать, все читатели не уверятся, что это чистая правда. В сети, конечно, есть боты, огромные сети роботов, которые вбрасывают все это дело, но это не самые существенные механизмы, потому что там созданы довольно многослойные структуры человеческие, в которых ботов нельзя автоматически распознать, там люди. Просто эти люди стоят постоянно в низкой стойке, готовы репостить, не рефлексируя вбросы своего лидера. Значит, только у Навального примерно 50 тысяч таких сторонников, организованных в такие концентрические круги по степени близости, они реально, ну там, вброс могут донести до миллиона полутора человек буквально в течение суток. Эти структуры строились давно, в них, конечно, вложены деньги. Большинство людей там абсолютно искренне считают, что это их собственные мысли, и никаких денег за это не получают, а просто чувствуют себя в тусовке. Вот, ну и, конечно, там, дальше для того, чтобы разрабатывать долгосрочные программы, нужна там так называемая пятая колонна, то есть ангажированные деятели культуры, чиновники. Ну и ложная идеология, которая позволяет это все сакрализовать, легитимизировать. В частности, понятие свободы слова для нашей страны является таким инструментом. Свобода слова в смысле обратной связи общества и власти, конечно, нужна, но у нас свобода слова фактически давно трансформировалась, при том, что СМИ в основном антигосударственные у нас были до последнего времени, в свободу лгать, значит, у нас свобода лжи в СМИ существует. И эту вот свободу мы видим с помощью средств автоматического мониторинга, мы видим, как вброс, заранее подготовленный, влетает в СМИ, тут же его поднимают, и видно, как поднимают, и потом обратно идет в социальные сети. Вот, значит, ну вот хороший пример атака на Сбербанк 18 декабря этого года. Значит, на фоне роста курса доллара и общего возбуждения, и повышенной тревожности аудитории, внезапно происходит вброс о том, что у Сбербанка нет денег, что виза и мастер-карт прекратили работать с Сбербанком, что не будет выдаваться, не будут деньги в банкоматах, что надо всем бежать в отделение и так далее. Значит, больше там процентов 70 из этих тысячи аккаунтов, которые это все вбрасывали, они были украинские, остальные мы, скорее всего, просто не смогли определить, скорее всего, там и из оставшихся тоже многие были украинские. Вот, значит, ну вот какие там были сообщения, вот вы можете прочитать примеры, если видно, объехало 9 банкоматов, ничего нет, Сбербанк все, онлайн-банк не работает, из Сбербанка побежали вкладчики, перестали принимать карты Сбербанка, по громкой связи объявили и так далее. Значит, мы разговаривали, вот мы с Натальей Касперской, значит, разговаривали с банкирами, вот на банковском форуме, в частности, они говорили с представителями ЦБ, с представителями Сбербанка, это был реальный кризис, деньги завозили КамАЗами и самолетами в отделение, значит, два дня был этот кризис, люди снимали большие суммы денег, вот, СМИ при этом подхватили атаку, известно, какие СМИ, и, скорее всего, по скорости подхвата, часть из них были заранее предупреждены, и, на самом деле, если бы это был не Сбербанк, а какой-то банк разрядом чуть поменьше, без такой государственной поддержки, он, конечно, бы обвалился. Вы помните, был эпизод, когда Альфа-банк, по-моему, судился с коммерсантом за то, что коммерсант написал какую-то нехорошую статью, и у них там они потеряли кучу денег, но он выдержал, а вообще говоря, банк поменьше, и даже и Альфа-банк бы вот такой атаки бы не выдержал. Более того, это все не шуточная история, потому что, я, по-моему, приводил как-то уже один раз,